Приветствую, друзья! Меня зовут Илья Пономаренко, и я продолжаю серию видео о том, как создать и запустить книжный бизнес на Амазоне в Германии. И в этом видео я хочу поговорить о 7 основных ошибках, которые совершают новички, все абсолютно политические новички, которые стартуют свой книжный бизнес на Амазоне в Германии. И почему это страшно? Потому что любая из этих ошибок может привести к финансовому краху, к потере денег и в худшем случае к суду, точнее к судебным разбирательствам. И вот чтобы этого не случилось, хочу уберечь всех новичков, которые думают, хотят запустить книжный бизнес на Амазоне в Германии, но при этом пока не решились еще, то есть которые хотят все делать сами, да, самоделкины. Вот это видео как раз для этих людей. Итак, 7 ошибок, которые совершают новички в книжном бизнесе на Амазоне в Германии. Если интересно, то смотри это видео обязательно до конца. Давай разберем с тобой основные ошибки, которые совершают все новички в книжном бизнесе на Амазоне и которые в худшем случае могут стоить десятки тысяч евро. Кроме того, они могут лишить тебя мотивации и желания заниматься этим бизнесом и даже загнать тебя в сильный финансовый кризис. Первая ошибка, это очень распространенная ошибка, это выбор неправильной ниши. Если выбрать неденежную нишу, то все усилия по созданию книги будут потом впустую. Книга не будет приносить желанный доход или вообще не будет продаваться. Очень много людей часто выбирают не ту нишу, выпускают в ней книгу и потом удивляются, а почему так мало продаж или денег? Наверное, этот бизнес не работает. Они разочаровываются и все бросают. Хотя признаюсь, что это, наверное, даже хорошо, так как тем, кто быстро сдается, в принципе ищет быстрых денег и обогащения в любом бизнесе не место. Мое мнение. А как же выбрать правильную денежную нишу? К сожалению, объяснять это в двух словах не получится. У меня в коучинге, например, я разбираю эту тему очень подробно и досконально. Пару недель. Плюс я даю пошаговые видео уроки общей продолжительностью более двух часов. Однако я могу тебе сказать несколько критериев прибыльности ниши, на которые я опираюсь, когда ищу хорошую нишу для своих книг. Первый критерий – эта ниша не должна быть сезонной, чтобы твоя книга продавалась круглый год, а не только, например, под Рождество или Пасху или еще какой-то другой праздник. Второй критерий – в нише не должно быть слишком мало или слишком много конкурентов, так как в обоих случаях, скорее всего, тебе не удастся заработать нормальные деньги. Нужно найти золотую середину. Третий критерий – это средний сейлс рэнк твоих конкурентов в рамках выбранной ниши не должен превышать 30 тысяч. В противном случае ниша не будет приносить тебе нормальных денег. Сейлс рэнк на Амазоне показывает популярность книги. Чем меньше сейлс рэнк, тем чаще продается книга, тем она популярнее и, соответственно, тем больше она приносит денег. Как я уже говорил, к сожалению, я не могу углубляться во все подробности поиска денежной ниши в такое короткое время, как у нас отведено этому мастер-классу. На это уходит действительно у моих студентов обычно пару недель. Однако от выбора правильной ниши зависит количество денег, которые будет приносить тебе твоя книга в будущем. Поэтому очень важно выбрать сразу правильную нишу, чтобы не потерять потом деньги и время. Вторая очень распространенная ошибка – это нарушение авторских прав и копирайта брендов и марок. Есть книги, названия которых защищены или даже зарегистрированы как марка или бренд. Или же ты используешь в названии своей книги какую-либо марку или бренд, как, например, быстрые и вкусные рецепты для Thermomix. Thermomix – это защищенная марка, это бренд. Поэтому если у тебя нет официального разрешения от владельца бренда использовать его марку в своей книге, то могут быть проблемы. Жирный обман на круглую сумму денег будет еще самым безобидным наказанием в таком случае. Поэтому очень важно проверять название книги на нарушение прав марки или бренда. Это можно сделать, например, через сервис marknchak24.com. Окей, погнали дальше. Следующая ошибка – это завышенные ожидания и желания быстрого обогащения. Эту ошибку совершают, наверное, процентов 60 людей, которые стартуют в книжном бизнесе на Амазоне в Германии. Они думают, что раз эта модель такая простая, то тут можно быстро разбогатеть и при этом почти ничего не делать. Такие люди ожидают, что выпустив всего пару книг, они станут богачами. При этом выпускают они некачественные книги, делают самый минимум необходимый для работы. И в итоге, когда реальность накрывает их медным тазом, и когда они понимают, что несмотря на всю простоту бизнес-модели, поработать все-таки придется, такие люди также сливаются, сдаются, говорят, что это бизнес не работает и прекращают им заниматься. Как я уже ранее говорил, с одной стороны, это хорошо. Меньше мусора на Амазоне – меньше конкурентов. Однако сам подход и образ мышления для этого бизнеса в корне не верны. Твоей задачей должно быть выпустить самую лучшую, самую крутую книгу, которая только есть на Амазоне по твоей теме. Ты должен выпускать качественный продукт, за который будет тебе не стыдно, ни тебе, ни клиенту. Ты должен выпускать достойные, ценные книги, которые должны помогать людям решать их проблемы и менять их жизнь в лучшую сторону. И если по чесноку, то надеяться, что твои первые пара книг станут мега-бестселлерами, особенно если ты выпустил некачественный продукт. Но, мягко говоря, это очень наивно. Книжный бизнес на Амазоне очень прост и запустить его может абсолютно любой человек. Однако для того, чтобы он превратился в реальный бизнес и в пассивный доход, надо вначале немного поработать и наладить все процессы. На это нужно время. Четвертая ошибка. Она часто встречается у людей, которые не ценят свое время и хотят как можно больше сэкономить денег. Они пытаются делать все сами. Сами пишут книги, сами их оформляют, сами их форматируют, сами делают обложку, сами занимаются маркетингом книги. Учатся они это делать все обычно так же сами по бесплатной информации в интернете. Причем зачастую такие люди вообще не умеют работать с графическими редакторами, с вордом. А писать они начали вот буквально вчера и то только потому, что им нужно сделать книгу. Такие самоделкины в итоге тратят несколько месяцев на издание своей книги, которая получается в лучшем случае второсортным и некачественным продуктом с ужасной непродающей обложкой. Как результат книга не продается, а самоделкин также уходит из этого бизнеса, думая, что все лажа и ничего не работает. Раз у него такого знатока ничего не вышло, то наверное книжный бизнес на Амазоне брехня и не работает. Ведь самоделкин все сделал правильно, он все сделал сам. Как его научили разные бесплатные источники информации с разными методиками и подходами, которые он смешал все в одно целое, надеясь получить хороший результат. Ведь книжный бизнес прост и в нем нет ничего сложного, особенно если вокруг столько бесплатной информации. Намного умнее делегировать все процессы и заниматься только стратегией развития своего бизнеса, чтобы быстро расти и увеличивать прибыль. И как это правильно делать, пошаговый план, к сожалению, хотя наверное может даже и к счастью, не найти в интернете в открытом доступе. Следующая ошибка это попытки обмануть Амазон. В погоне за быстрыми деньгами те, кто собрался запустить книжный бизнес на Амазоне, часто пытаются обмануть алгоритм Амазона. Всякими окольными путями они пытаются добыть реценции, например покупая их, совершая больше продаж через фейковых покупателей, и так далее. Все эти методы рано или поздно будут прикрыты Амазоном, а твой профиль как продавца книг на Амазоне будет заблокирован навсегда. Зачем же стрелять себе в колено и так рисковать ради короткосрочной выгоды, когда можно построить хороший, стабильный и прибыльный книжный бизнес на Амазоне и в долгосрочной перспективе вывести его на автопилот. Вот честно я не понимаю зачем. Не пытайся надурить Амазон, лучше делай свою работу хорошо и правильно, и тогда и волки будут сыты и овцы будут целы. Шестая страшная ошибка, которая может тебе стоить кучу денег, это абсолютное непонимание твоей целевой аудитории, тех людей для кого ты выпускаешь книги. Если ты выпускаешь книги в нише похудения, например, то ты должен понимать и знать, почему у людей не получается похудеть, что надо сделать, чтобы у них это получилось. Кем вообще эти люди работают, где живут, какой у них образ жизни, какие у них привычки и так далее. Это относится к любой нише. Если ты, например, выпустил книгу по похудению для тех, кто, например, много работает и в ней написал стандартные банальные вещи, типа занимайся спортом, готовь свою еду себе сам, меньше стресса, больше сна, меньше калорий, то как ты думаешь, человек, который большую часть дня работает, который просто живет, можно сказать, на работе, который постоянно под давлением и стрессом, у которого еще есть и семья, и дети, вот как такой человек вообще воспримет такие советы из книги? Они просто неприменимы для него на практике. И в итоге эта книга не принесет пользы выбранной целевой аудитории, а рано или поздно она просто перестанет продаваться и начнет получать негативные рецензии. Окей, дальше. Седьмая ошибка – это неправильно подобранные ключевые слова. Эта ошибка может тебе стоить тысячи евро, если ты будешь оптимировать свою книгу на неправильные или слишком широкие ключевые слова. Ключевые слова – это слова или фразы, которые люди набирают в поисковой строке Амазона, чтобы найти тот или иной товар. Существует два типа ключевых слов – long tail и short tail. Long tail – это ключевые слова, которые состоят из нескольких слов. Например, «обнемен фюр анфенер». Short tail – это ключевые слова, состоящие всего лишь из одного слова. Например, просто «обнемен». Так вот, чтобы твоя книга показывалась Амазоном в поисковой выдаче только тем людям, которые ищут тему книги, нужно книгу при загрузке на Амазон правильно оптимизировать под ключевые запросы. Одним из пунктов оптимизации как раз является подбор правильных ключевых слов. Так вот, если ты оптимизируешь свою книгу под слишком широкие ключевые слова, которыми являются short tail, например, если ты возьмешь «обнемен», то это широкое short tail – ключевое слово, тогда твоя книга затеряется среди прочих других книг на эту тему, так как ты выбрал очень широкое и не специфическое ключевое слово, не узконаправленное, не конкретное для твоей темы. Книгу всегда нужно оптимизировать под long tail – ключевые слова, которые состоят из нескольких слов. Например, «обнемен фюр анфенгер» – это long tail. Таким образом, твоя книга будет оптимизирована только под релевантные к твоей теме ключевые запросы, по узкой теме, которую ты выбрал для своей книги. В результате Амазон будет показывать твою книгу только тем людям, кому она действительно интересна и нужна, что сильно повысит продажи твоей книги и ее рейтинг. Кстати, как только твоя книга пробьется по твоим long tail в поисковой выдаче Амазона на первой позиции, алгоритм Амазона сам начнет продвигать твою книгу на более высокие позиции, также и по другим релевантным ключевым словам, что в долгосрочном перспективе даст твоей книге больший охват целевой аудитории и, соответственно, еще больше продаж. Это были, пожалуй, самые важные, на мой взгляд, ошибки, которые очень часто совершают новички в книжном бизнесе на Амазоне. Ошибок, конечно, гораздо больше, но это самый опасный, на мой взгляд. Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк, поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что, если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «Пять шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет, подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он проводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100. А в итоге сумма получается с тремя нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так? Он говорит лучше вот так, потому-то, потому-то, потому-то. Ведь сегодня так просто каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. Мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей. Реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал. Огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам, Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание. С тобой был Илья Пономаренко. Мой сайт iliaponomarenko.com Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока. Продолжение следует...